очень шумно очень ярко много народа много транспорта всего много и доносятся абсолютно отовсюду вкусные ароматы еды да эта часть города никак не изменилась здесь все осталось по-прежнему так как и раньше но этим себя эта часть и подкупает потому что сюда хочется приходить вновь и вновь потому что это такое своеобразное место она аутентична она интересно да и как я уже сказала напомню еще раз мы здесь уже не были больше года здесь интересно все и для меня это очень шумно потому что сейчас мы живем в агурган и там никакого трафика нет машины ездят только по шоссе но такого что кто-то сигналит кричит потому что там очень мало людей в основном все разбредаются по своим новостройкам по квартирам а здесь видите все на улице нам очень шумно я и без я скажу это очень шумно для меня для тебя даже шумно и не знаю как будет когда туристы первый раз приедут здесь это будет культурный шок культурный шок конечно и здесь тук-тук и авторикша очень близко они стоят и сказать где-гиде парень парк на все говорят что давайте мы вас отвезем по харданч мини туристы друзья но мы тоже туристы только местные для них может быть я не зимы нам нужно что-то еще откуда-то они из индии да мы гуляем друзья в старый час это называется джамма мазет место и здесь а самая большая в азия мост мячей отличие на большая мечеть в азии а здесь недалеко находится и рынок знаменитый чадничок чадничок это то место где вы можете купить абсолютно все что угодно но это в основном традиционная одежда и мы там уже были вы можете посмотреть наши предыдущие видео мне тоже нравится то место оно колоритное интересное многолюдное а это прям по соседству место которое называется джамма мазет но это все один район называющийся старый деле или же old деле да и мы уже показывали это место чадничок если не смотрели тогда обязательно смотреть и сегодня я читал чадничок закрытого воскресенья на поэтому мы сегодня туда не пошли иначе бы мы с самого раннего утра из дома вышли поехали бы сначала начальничок но так как сегодня воскресенье да рынок закрыт не работает поэтому приехали только в эту часть города ну в принципе здесь можно авторикшу взять или вот такой вот электро рикшу и поехать в чайничок буквально 15 минут и вы уже на рынке что пожарная часть пожарные здесь полицейский участок пожарный участок есть и мечеть которая называется джамма мальчик здесь несколько входов несколько ворот давай здесь ты хочешь перейти дорогу да потому что там нельзя гулять конечно-конечно-конечно друзья ой-ой как опасно здесь дорогу переходить очень страшно друзья о боже мой автобус назад сдаёт здесь здесь автобус назад сдаёт как ты пройдёшь о боже мой как шумно у меня заложила уши от этого шума друзья вот посмотрите мечеть которая называется джамма мальчик можно зайти с этого входа можно дальше пройти мы наверное зайдем здесь я думаю что сюда разрешено входить так как сейчас уже у мусульман идет священный месяц поста рамадан поэтому люди наверное готовятся к открытию этого поста называется автар они приходят сюда семьями чтобы открыть свой вечерний пост да и и это мечеть была построена очень давно мне кажется лет 500 тому назад правителями моголов не монголов а именно моголов так что это конечно же историческое место не только религиозное если вы приезжаете сюда как турист можно запросто прийти сюда чтобы просто быть вместе с историей на одной волне если вы смотрели наше видео где мы показывали фатипур сикри и другие исторические места то вы заметите архитектура практически такая же потому что это все одних веков мне кажется 16 века и конечно же отсюда открывается вид на старый город о посмотри там даже рука в кафе есть в арабском в таком арабском стиле написано мне кажется будет очень красиво ночью смотрит хорошо да а что туда нужно заходить только без обуви это билет на билет нужно брать и настанавливать всю задавшую задавшую там написано да о да бахилы дают мне кажется 300 рупий представляете вверх с каких пор для при она формата на с каких пор нужно покупать билет чтобы зайти на территорию мечети 300 рупий стоит друзья очень давай посмотрю это у нас сада у нас индийский документ да у нас есть индийский документ но 300 рупий мне кажется очень дорого просто чтобы зайти на территорию мечети конечно друзья тут очень странно они с вашим это 300 рупий билет 2 на странах это мечет да только да это только мечеть религиозное место как говорится но они считают видимо что это находится под защитой юнеско это историческое здание достопримечательность которая привлекает а тысячи и тысячи туристов поэтому решили заработать на этом денег да неправильно делают неважно какая религия у тебя но такие места должны быть бесплатными гумбат кафе это называется видишь наверху которая сказала что вот здесь вот видишь гумбат кафе там есть и на крыше можно посидеть то есть открыто на открытом воздухе а можно внутри мне кажется симпатичная кафешка да мы решили не заходить конечно я могу показать свое удостоверение местное но просто не хочется сразу настроение так подпортилось почему ты должен платить для входа в такое место деньги не очень приятно внутри это нет очень красиво потому что это как фото пурсикры да это тоже самое как и фото пурсикры вы можете посмотреть наше видео то есть архитектура такая же просто сейчас там люди садятся для того чтобы открыть свой пост пришли с едой с фруктами вот поэтому хотелось просто показать вам ну ладно не судьба мы идем прям про ухо проезжей части друзья как близко проезжают смотри обезьяны гуляют по проводам видишь да меня удивило то что пока мы сейчас пробирались сквозь толку людей отовсюду были различные ароматы парфюма то есть какие-то там сладкие нотки более древесные ноты я удивилась думаю что это такое потому что они используют это да да возможно я говорю что мне удивительно ты проходишь и от людей пахнет вкусно да то есть ароматно оказывается да видимо они все используют вот это вот масло видимо используют все масляные духи да потому что перед намазом надо использовать это перед молитвой да молитва да ну вот для меня это было удивительно я не ожидала что на улице ото всех будет приятно пахнет ой очень шумно конечно да но да сейчас мы обошли эту мечеть с другой стороны и здесь главный вход посмотрите там сколько народу очень много потому что как я уже сказала все люди спешат для того чтобы совершить открытие поста именно здесь но и тем не менее на улице тоже посмотрите какое столботворение очень много народа здесь продают молоко свежее много людей приходит чтобы купить свежее молоко а мы варок счастливого месяца рамадан это настоящие звуки индии друзья много народа да абсолютно все идут внутрь если вы с собой ничего не взяли чтобы открыть пост вы можете здесь купить за 10 руб или за 20 закусочки еду чтобы просто открыть пост все люди спешат спешат посмотрите это очень вкусно продают нарезанные фрукты бананы дыни ананасы О, здесь свежая рыба. Многие реагируют на то, что мы снимаем видео, но положительно реагируют. Видите, даже нам помахали. Здесь люди всегда готовы, чтобы их снимали. Не было никогда такого, что сказали бы, не снимайте ли вы еще что-то. Нет, люди всегда готовы к камере. Здесь продают финики, различные варианты. Мы финики с Амиром любим и тоже давно уже не ели. Все улыбашки такие. Смотри, девушки даже улыбаются на камеру. Абсолютно все улыбаются. Финики абсолютно везде продают. Снова различные финики и открытые, и запакованные можно купить. Кульфи индийское мороженое. Это прям традиционная такая тележка. А внутри там можно кульфи купить. Там у них лед сложен. О, как вкусно пахнет! Потому что... С жареной курочкой, с шашлычками. С шашлычками, да, с шашлычками. Вот сейчас я вам говорила про то, что от людей ароматы различные. Вот, а это Итер продают масляные духи. Различные-различные. Можно понюхать, и потом вам нальют в бутылочке, чтобы вы ими подушились. Мята, кстати. Мята, а здесь что? Это лимонад. Не мупани, лимонад, да. Лимонад с лимоном и с мятой. Вот так. Говорит, она фотографию тебя сделала, да? Да. Фото уникально? Потому что там много людей отъят. О, знамай меня. Да, все хотят, чтобы попасть... Всех люди хотят попасть в камеру. Вот снова финики. Посмотри, сколько много. А по ту сторону целый финиковый магазин. Хаджур, дейтс. Хаджур – это на Урду. Называются финики. Здесь тоже различные духи. Можно понюхать. Ну как, это Итер. То есть масляные духи. Вот, посмотрите, сколько их здесь много. Можно понюхать, они здесь даже все с названием. Вот так громко. Да, здесь очень приятный аромат. Дубай white mask. Да. Зам-зам. White wood. Белый wood. Да, можно купить, и вам разольют по бутылочкам. Я забыл mask. Будь здоров. Да. Здесь очень много пыли. Посмотри, сколько финикал. Потому что они откроют пост. С финиками. С финиками, да. Народа много, но сейчас, мне кажется, люди разошлись по своим домам. Либо же вот в мечеть пошли, чтобы открыть пост. Здесь тоже можно купить фрукты. Видите, нарезанные уже. Киви, клубничка, драконий фрукт. 50 рупий. Он мне даже на английском сказал 50 рупий. Вот 50 рупий один драконий фрукт. 50 рупий, 50 рублей. В принципе, очень дешево. Либо же это где-то чуть больше, чем полдоллара. Хорошая цена? Хорошая. И Россия не знаю. В России Оксана говорила вот недавно, что когда пару дней тому назад они купили драконий фрукт, я прослушала, сколько он стоил. Не могу сейчас вспомнить. Ого! Там, посмотри, какой рынок. И сколько много людей. Минобазар. Это Минобазар называется. Да, там Минобазар, да. Друзья, здесь женщин в саре вы не увидите. Но вы можете увидеть женщин в других традиционных костюмах, которые называются Сальвар Камис. То есть это длинная туника, штанишки и, конечно же, шарф, который называется Дупота. Дело в том, что саре испокон веков традиционно носили женщины-индианки, то есть приверженцы индуизма. А эти костюмы, которые называются Сальвар Камис, он уже пришел из стран Узбекистана, Таджикистана. То есть там было именно такое одеяние, и оно пришло вместе с Великими Моголами оттуда. То есть здесь женщины одеты немножко по-другому, вот если вы можете заметить. И женщины, и девушки. Здесь у них джалеби готовят. Тоже потому, что сладости – это одно из важных вещей, которыми открывают пост. Свеженькие джалеби готовят при вас. И можно тут же забирать. Видите? Практически ничего не осталось. Потому что сейчас время открыто – это пост. Украшено все лампочками, огоньками. Красиво. Гуава. О, у них розовая гуава продается. Мы с Амиром как не пойдем гуаву искать. У нас всегда белая гуава. А здесь розовая гуава. Боя е амрут кит на ка хэ кило? Эксо бис. 120 руби за килограмм. О, е, сара амрут ла ландерме. Интересно, сладкие – нет? Потому что я бы хотела купить. Нам никогда не попадают красные гуаву. Всегда только белые. А здесь что у него? Бириани, что ли, продает? Чикен бириани. Так и написано. Куриные бириани. Когда люди дистрибьютируют продукты, они не едят. Что ты хочешь? Хочешь гуаву купить, нет? Розовая. Я думаю, что стоит две штучки хотя бы купить. Амир говорит, что они выглядят старыми. Но мне кажется, что нет. Мягенькие гуавы. Нужно выбрать, чтобы она прям такая хорошая была. Сладенькая. Ты думаешь, сладкие? Нет, я не знаю. Я тоже не знаю. Или ты думаешь, это покрашено, нет? Или ты думаешь, это покрашено? Не знаю. Внутрь они тоже есть, да? Да, можно и оттуда взять? Нет, там жесткие, а вот эти вот мягкие. Купили с Амиром две гуавы. Потому что хотим попробовать дома. Я надеюсь, что будут вкусные. Муглай и чикен байтс. Везде готовят куриные шашлычки, различную курицу в кляре. Здесь много попрошаек. Попрошаек. Деньги, деньги. Отобсюду очень вкусно пахнет едой, друзья. Аль-Бульзар. Прям-таки большое место. Ресторан такой, да? Смотрите, ресторанного типа. Чистые выглядят, да? Чисто, да. Почему попигает? А? Почему попигает, да? Пипипит. Пипипит. Почему пипит, но пипи? И пришли к одному месту, где Амиру очень нравятся кебабы. Называется Курешики Баб Корнер. Мы сюда, как только приходим в старый дели, в олд дели, всегда здесь едим кебабы. То есть, куриные и не только котлеты, приготовленные на углях, на огне. Сейчас свеженькие можно будет взять. Конечно, у них здесь есть и шашлычки, но можно взять котлетки. Амиру очень нравятся кебабы, да? Да. Здесь вкусно. Здесь продают свежие биряне куриные. Куриные, да? Точно. Я чикен биряне. Как я вам сказала, курица во фритюре обжаренная. Курица из тандура со специями. Готовые котлеты уже продают. Сейчас владелец этого магазинчика сказал, что приходите через 10 минут. Сейчас, как только люди откроют свой пост сегодняшний, тут же будут готовить свежую порцию котлеток. Говорит, приходите именно в то время. Мы сейчас прогуляемся и придем. Видите, здесь различные-различные финики. Можно купить и финики на ветках, и финики в коробках. Я очень люблю финики, но, я не знаю, мне кажется, в детстве давным-давно пробовала их. С тех пор финики – это мой любимый сухопрудер. Абсолютно разных производителей. И из Саудовской Аравии, и из Эмиратов. Отовсюду финики здесь есть. Даже иранские финики есть. Аркад Абдух. Знаете, мы сейчас бидем. Абсолютно разных. Аш-аа. Сейчас звучит азаны, посмотрите, все кафе, рестораны пустые, вообще никого нет Никого нет сейчас Ни продавцов, ни людей, и они не боятся, они просто оставили свои лавки Они не боятся, что кто-то подойдет и сворует их коробки Кто-то может просто взять Но никто не боится, они открывают свой пост Если кто-то украл, то значит Бог даст вам больше Сейчас, как только эта молитва, призыв к молитве закончится, то люди снова высыпят на улицу Здесь будет очень много людей, большая толпа, а пока что все готовятся Потому что после этого ночью до 4 утра, до 3 утра Настоящий пир в Индии Да И много людей сидят на ступеньках и откроют пост И мы сейчас заедем, это едой улица Здесь много ресторанов и кафе Отовсюду очень вкусно пахнет, здесь покори свежие продают, смотрите Да, маленькие, большие покори и продают покори Или это бесплатно дают? Да, они продают Видите, женщине дали бесплатно еду Здесь очень часто вы можете встретить, что люди кормят малоимущих Сюда приходят большие толпы людей, либо же с маленьким достатком, либо же просто с улицы И здесь рестораны, кафе дают бесплатно еду И вегетарианскую, и невегетарианскую, какую хочешь на ваш вкус и цвет, как говорится Я думаю, что это хорошее дело Да Кормить бедных людей Да О, посмотри, что это такое Такое еще никогда не видела Это что такое? Это не знаю Это сивай, мы знаем Мы здесь сладости варим А это что такое? Какое-то тесто многослойное, а внутри оно пустое Что-то новое Так, так, большие качори Да, большие качори Интересно, необычно Все открывают свой пост, друзья Здесь и кафешки есть, и более такие места ресторанного типа Вот, как я вам сказала, эти люди пришли поесть Они малоимущие, и им никто никогда не откажет Им бесплатно дадут еду Видите, даже нам помахали Если вы хотите, допустим, просто пожертвовать деньги Вы можете прийти в такой ресторан или в кафе От вашего имени за ваши деньги покормят людей Здесь шермаль, сладкий хлеб с различными орешками Очень вкусный, иногда можно Мы с Амиром покупали много раз Видите, различные шермали Сладости различные продают Да, посмотри, эти баллоны, они очень популярны Это все, где-то Может, они добавляют в милке и едят для завтрак Здесь тоже у нас шермаль Да, посмотри, абсолютно везде этот шермаль Мы, кстати, вам показывали, как готовят этот шермаль Полностью процесс Вот еще люди сидят То есть кто-то тоже пожертвовал деньги, чтобы их бесплатно покормили Да, и смотрите, здесь не много людей на улице Да И после, после, здесь будет много людей Минут через 30 здесь будет не протолкнуться абсолютно Вот снова, посмотри, во многих кафешках кормят бесплатно людей, да? Да И женщины, вот вы скажете, что мужчины только сидят Видите, и женщины, и дети сидят О, цикл ростинг О, вот это вот курочка будет вкусной, мне кажется Да? Да Ароматная Такую можно даже домой взять, потом дома просто ее погреть и все Спроси-ка, сколько такая целая курица будет стоить? Боя, ей курица чекенка прайска 490 490 В общем, 500 рупий за целую курочку Очень даже хорошая цена Котлетки Хочешь попробовать здесь? Ты хочешь Я такие кебабы не люблю, но ты можешь попробовать Нет, нет И здесь у них что? А здесь у них курица на гриле Да Да, тоже целая курица Или сначала они ее там готовят, а потом здесь заготавливают, нет? Не знаю Так, вкусно, вкусно пахнет И вкусно выглядит тоже Курочка на гриле Помимо магазинов с едой здесь также есть и магазины, где можно заказать себе рубашку, ткани различные продают Видишь, можно здесь заказать и тебе сошьют рубашку, курту, штаны, все что угодно Сюда мы с тобой никогда не заходили Мы обычно по главной улице идем, идем и все Посмотрите, какая здесь тишина Если по главной улице шум гам, то здесь так тихо Да, очень тихо Да, люди открыли О, кисуньки Смотри, две кошки Кс-кс-кс-кс-кс Эй, кисуньки Смотри Раз и два Вон еще одна сидит Какие маленькие лавки Даже магазинами их трудно назвать Это просто лавки Кс-кс-кс-кс-кс Здесь вон сколько еды на той улице продают Почему кошек не кормят, да? Эй, кисунчик Эй, куда убежал? Смотри, они боятся, они здесь вообще не ручные, да? Вон еще один кот Кет не ручный Здесь продают тюбетейки, топи называются Да? У тебя, кстати, нету Хочешь купить для себя? Давай одну, хорошая И два, тоже Будешь выглядеть, ты на индийца точно похожим не будешь Будешь похож, как на, я не знаю, араба, иранца Как это? Ну что, похож? А ты что, лоб-то сильно открыл? Немножко пониже положи Ну что, хорошо? Хорошо Да, еще какие есть Ты посмотри сам на себя Посмотри сам на себя 100 рупий Какие еще нравятся? Не знаю, какие лучше Вот эта вот симпатичная, да? Которую примерил Это нормально, без глитеров А тебе не нравятся, которые такие блестяшки? Это очень много глитеров А вот эти вот глитеров, это блестяшки А такая тюбетейка? Ну мне кажется, это вообще похоже на узбекскую, да? Да, узбекскую Хочешь посмотреть? Ой Ты надо на это, на лоб Ну что, как? Хорошо? Да, хорошо С блестяшками такую не хочешь? С узором вот таким? А у тебя еще... Измисла языка? А у тебя из Казани не осталось? Или мы только папе привезли? Только папе привезли А это tight Do you have this slightly bigger? Боро, сайс Как зеркало будешь смотреться? Как это? Ну, ты что так лоб открываешь? Надо, чтобы немножко на лоб... Потому что мой лоб большой Лоб большой Да, хорошо? Да, хорошо Или простую хочешь? Померяй эту еще, посмотри, какая больше нравится Мне кажется, синяя тебе будет хорошо Да, синяя хорошо будет И это нормально, да, без дизайна? Что тебе лучше нравится, то и бери Давай купи это без дизайна С дизайном? Да В общем, решил купить вот это вот, да? Да 100 рупий стоит всего? Да Надо же А есть традиционные вот такие вот шапочки? Они, мне кажется, рупий 100 стоят, да? Даже меньше Вот Как этот мужчина надел вот такого плана Ну, а это вот такие вот все же узбекского типа, да? Ну, купи себе тогда одну Давай Продавец сказал, что сейчас здесь все магазинчики практически внутри закрыты Только эта улица открыта, потому что здесь в основном еда А там, где продают одежду, сегодня не работает магазин Посмотрите Аль Ашраф Парфюмс Это все парфюмерия, как я вам сказала Из масел Вот приглашают нас, конечно, в магазин, как обычно Да У них открывается пост Пост Видите, везде еда Да, оно пахнет прям вот духами, очень вкусно Там все привет-привет говорят Мухаббат Это шарбат не называется Е шарбат Ты хочешь попробовать? Я никогда не пью, это шарбат, в общем Мухаббат Это означает с любовью, шарбат Мухаббат это как с любовью, with love Да, арбуз и арбуз, мне кажется, ровзу добавляют И молоко, молоко амун, кстати сказать Вкусно? Ой, еще кот Вкусно, Мухаббат? Молоко, арбуз Молоко, арбуз, а ровзу не добавляют? Ровзу не добавляют? Нет Ровзу не добавляют Вот видишь, продают здесь Как он зовет Ну это очень холодно Очень холодно Потому что здесь Здесь и лёд добавляют Ты хочешь попробовать? Нет, я не хочу Я вообще не ожидала, что он такой Это раз Я думала, что просто запишу видео А он Амир усунул прям в рот Считаешь так Вот еще кошка Я не могу Не можешь пить? Спроси, сколько стоит И мы пойдем дальше О, у него даже реклама Есть в магазина Тап от тап 50 рупий, да? Да Мы не хотели покупать Но он прям заставил нас Как он зовет, интересно, да? Для кого-то это на дом Спасибо Все, дальше идем Давай Смотри, как он зовет Как он зовет, да? Здесь, видите, этот Шарбат везде продают Мухаммад Кашарбат Абсолютно везде А, здесь ткани продают И традиционную индийскую одежду Потому что сейчас В эти дни О, посмотри Даже такую мусульманскую одежду продают для женщин Да, это что? Это типа абая называется? Да, абая Такая длинная одежда Которую можно надеть И чтобы у тебя фигуру не подчеркивала она Да, арабский стиль А ткань, интересно, какая? О, ткань легкая Я думала, что это будет плотная Нет, это шифон, друзья Шифон или еще что-то Очень похоже на шифон Даже вот такие вот головные уборы Так как в исламе знаете, что нельзя, чтобы волосы были открыты Поэтому можно вот такие вот головные уборы тоже купить Ну вот Оказывается, в Индии шьют А потом в Дубаи отправляют И там продают, да? И сейчас мы идем попробовать биряни Один человек сказал, что это хорошее Душа здесь Что здесь самые вкусные биряни Где-то здесь продают Какой дизайнер? Это для мужчины Да Дизайнер Ты что, так и хочешь, это Велвет О, это бархатная Да, и даже пагри есть, представляешь? Да Да, это бархатная Бухари From Bukhara, наверное, да? Мой обид Бухара Да, мне кажется, из города Бухара Потому что написано Bukharis Здесь обувь продают различную Да, нам Тот продавец посоветовал, что самые вкусные биряни И, кстати, это биряни Бувалиные, да? На Бугале Да Что где-то здесь продают Поэтому мы идем смотреть Сколько много блестящей обуви Посмотри Чел шайни шуз Это тоже Чем дальше в лес, тем больше дров, как говорится Мы Я никогда не видела в Индии, чтобы продавали такую одежду То есть паранджа по-русски, да? Но они называются абаи Вот, видите? И такая даже накидка для лица, чтобы не видно было, как женщина выглядит Посмотри Да Я никогда Я не видела, где продают А сейчас вот получается, что все женщины приходят сюда, чтобы покупать Это все закрыто, да? Да, все, ты ничего То есть ты будешь идти просто черненькая такая статуя That black statue Да Ну ладно У каждого свои, как говорится, приоритеты Кто-то так ходит, кто-то ходит так, как мы Кто-то ходит вообще по-другому Так что у каждого все по-разному Сюда, наверное, идти, да? Спроси еще разок Мне кажется, мы сейчас придем на главную улицу И там будет столько народу Потому что мы идем Все они знают, это Туфик Бориани, да? Представляешь, да? Да Мне кажется, здесь, в таких райончиках, все друг друга знают Полностью вся улица украшена огоньками Везде, посмотрите, повесили Днем, конечно, так выглядеть не будет Потому что вы видите только кучу проводов А ночью вот Как Девали? Да, как Девали Куда мы идем, я даже не знаю Мы идем, идем, идем Ну ладно, просто прямо по улице Традиционные Уже вот такие вот индийские костюмы Посмотри, какое яркое Точнее, блестящее, да? Нравится? Мне нравится, как выглядит Но цвет не мой Потому что очень светлый Я люблю поярче Нет, вот этот вот хороший костюм Это не ручная работа Нет, это машинная, конечно Но не обязательно покупать Ручная работа будет стоить очень-очень дорого Хлебушек различный Ой, господи, испугала Испугалась Прям хлебом свежим пахнет в том магазине А это что? Что это такое? Магазин? Это древняя врач Дрессинг-дрессинг Дрессинг? Повязки накладывают здесь? Вот тогда Я даже не думала, что так может выглядеть врач Серьезно? Хаким называется, да? Древний врач Хаким, точно Что это такое? Сладости продают Да, различные сладости Мы сюда никогда не заходили В такие узкие улочки Посмотрите, друзья Даже дома такие старые Да, мы сюда никогда с тобой раньше не приходили Ого Посмотри Это вот так вот Ты зайдешь, ты не знаешь вообще, куда ты будешь подниматься Такие узкие-узкие проемы И сразу ведут наверх Это вам тоже настоящая Индия Представьте, друзья Это город Дели Где мы сейчас? Я приблизительно понимаю Но Где мы сейчас? Я знаю Но Много народа, да? Да, здесь много народа Посмотри, сколько много людей живут внутри Мухаммад Тофик Дрянь Мухаммад Тофик Ну вот и мы дошли до этого места Скутеры Запаркованы Посмотрите, друзья Это все такое старое Это просто стена к стене Здесь живут люди Вот так вот вам Необычно Вроде бы мы приходим сюда сколько раз И никогда не заходили в эти улочки-проулочки Совсем вглубь не заходили А здесь Все другое Это другой мир, друзья На самом деле Вот Играют в бадминтон Посмотри-ка Это что? Это мечеть внутри или что? Я андер-москей? Окей Выглядит будто бы мечеть внутри Посмотри Даже стены такие старые-старые А здесь, да Наверх лучше не смотреть Потому что везде висят провода Мне кажется, что здесь даже днем будет темно Потому что здесь ввысь уходят дома И будет даже темно и днем, друзья Не дошли еще До магазина с бирьянами Нам еще нужно идти вперед Мне кажется, что сейчас мы выйдем знаешь куда? Туда А это же этот Магазин здесь будет Курешики баб Это тут, да? Мы сейчас к нему выйдем If you move to the left You'll go to курешики баб Серьезно? Да, мне кажется, нет? Здесь готовят при вас свежие испеченные лепешки Только магазин специализируется на лепешках из тандура Нан называется Вот Семья зарабатывает только тем, кто готовит лепешки Да, мне кажется, мы можем выйти сразу к магазину Где продают кебабы, если так Потому что мы сделали такой круп А это что? А вот и мы дошли Да Магазин с бирьянами Решил Амир попробовать здесь и в биряне Посмотрим вкусные какие Здесь женщины я вообще не вижу Только мужчины А ну вот, женщина одна На скутере приехали Луни Тюнс Парочка Посмотрите, где мы находимся Взяли немножко бирьяни на пробу Это бульоны бирьяни Какие? Обе рифы На буйволятине? Да Вкусно? Да Ну, конечно Красное мясо есть другой вкус Потому что обычно есть курица И здесь, да, конечно, друзья Мне нравится этот вкус Я не ест мясо Красное мясо Только есть рыба и курица Поэтому я решил только есть рис Потому что рис есть все вкусы А просто вкус А просто вкус есть, да? Да, да Честно говоря, в Индии вы можете найти... Да, говорят, можно туда тоже посетить А, даже райту можно взять В Северной Индии вы не найдете говядину Именно как говядину Но здесь в некоторых частях, допустим, в Дели продают буйволятину Поэтому когда есть возможность, допустим, просто попробовать Попробовать можно вкусно Мало отличается от говядины именно, которая корова Но да, неплохо А в других частях, допустим, на юге Индии Вот, там можно и говядину тоже запросто найти Вот И они сказали, это очар, пикол И это райта Райта – это типа йогурта Ну, я бы йогурт, допустим, не ела, но ты пробуй А очар – это маринованный перец чили и различные овощи маринованные Как точно? Да Вышли из тех узких улочек На свободу, как говорится Здесь снова продают качори Мы с Амиром Качори Да, качори ели, но такого типа не ели А это какие-то сладости Спроси, что это такое? Эти такие надутые Что это такое? Вот эти вот такие шарики из теста, они пустотелые внутри Как это называется? Что это такое? Как это называется? Что это такое? Дурн Сладость внутрь кладется Сахар, да? Ну-ка, ну-ка, что это? На 1 кг этого шарика 200 г сахара И что потом ты будешь просто есть как сладость? Да В общем, это десерт, друзья Видимо, это десерт У-у-у-у-у Когда мы в одну сторону шли Люди шли прямо вместе с нами А сейчас мы идем в обратном направлении Курочка везде, шашлычки Ароматы такие вкусные Все хочется съесть Да? Потому что все голодные А, все голодные? Мы заплатили 60 рублей за бельяне Да, за бельяне ты 60 рублей заплатил Ой, эти лепешки называются румали Да Это нормальные роти, не ромали? Это нормальные роти? Похоже как румали, они называются румали Потому что тоненькие, как платочек Ну смотри, на обратной стороне делает Очень быстро делает Очень быстро Специалист, потому что, да? Каждый день тысяч роти Да Все с нами здороваются Вот таким образом привозят лед Вряд и выпил этот шарбат Окей Видимо, таблетки дома Нужно будет выпить Посмотрите, это вообще не гигиенично И повез лед О, боже мой О, боже мой О, боже мой Здесь и мотоциклы, и скутеры, и люди О, практически вышли И маленькие дети даже ходят И маленькие дети даже ходят Не задавить никого Боже мой, да? Боже мой! Да, все же во время месяца Я сказал, да? После пост Да Будет много людей Во время месяца Рамадана сюда Не стоит приходить, потому что очень много народа Мне кажется, вы сейчас будете наше видео смотреть И будете говорить О, как шумно! Невозможно вас слушать! Друзья Но мы записываем видео в реальном времени Так, как это есть Мы не будем записывать столько картинку Домой придем Уберем звук И на заднем фоне музычку спокойную поставим Это звуки Инди Так что Вот такая вот она Громкая Многолюдная Вкусная Индия Да Мы здесь часто Когда приходим Едим в месте Под названием Аль-Джавахар Потому что там Нам очень нравится Здесь звучит Это Это новое Здесь звучит? Нет Я хочу в нашем проверенном месте Потому что мы уже знаем Какой там вкус Какие блюда там можно купить Там мне очень нравится Курица Называется Чикен Чангези То есть Это все Блюда могольской кухни Которым уже 400-500 лет Аль-Джавахар Добро пожаловать, друзья Много-много людей Да, много людей Здесь при вас готовят свеженькие лепешки Котлет и кебабы мы здесь никогда не берем Потому что для кебабов отдельное место Свеженькие лепешки готовятся Очень вкусные Ароматные В тандуре Всегда свежие И, конечно же, различные блюда с подливкой Здесь у вас есть и баранина И курица И абсолютно все Даже рыба Ну ладно, нужно где-то присесть Ну ладно, нужно где-то присесть Мы остановились на... 15 минут предстояли, да И давай наше блюдо сейчас жарко Это чикен Чангези Курица Чангези стиле Подливка И очень большое количество Я думала, что нам принесут поменьше Нет, очень много И только пол порции И свежеиспеченные лепешечки Да, свежие Мне нравится лепешка Горячок Мягкий Тандуре Пробуй тогда Да И они дали бесплатно салат Но это как комплименты Всегда дали Это не салат как русский Нарезанные просто овощи Да И, конечно же, подлив печатни Ну что, пробуй Давай Вкусно бахнет Вкусно бахнет Да, аромат О, вкусно И подливка очень вкусно Но это курочка с костью Это не куриное филе Очень хорошее хлеб Очень хорошее Хороший, горячий, свеженький Да Давай пробуем Через год пришли Чтобы снова попробовать Вкусное блюдо отсюда Приятного тебе аппетита Мы сейчас ем Очень вкусное блюдо И вам приятно будет Да, заказали еще, кстати, одно блюдо Это называется Chicken Tecama Light Это куриные кусочки курицы Chicken Tecama Malai Это кусочки курицы Типа как шашлыка Но они подаются С кремовой подливкой Поэтому, не знаю, когда придут Сначала это поедим Потом другое блюдо попробуем И мы будем есть Да, если что-то останется Я думаю, что у нас останется много чего Потому что той курицы тоже будет много То есть шашлык придется, видимо, домой брать Ну ладно, приятного тебе И сейчас принесли этот chicken Malai Это как chicken чашлыки с кремом маслом Очень много масла, посмотрите, друзья Очень много Да, сливочного масла они приложили Да Не пожадничали И вкусно, да? Но в шашлычках я очень люблю, честно говоря, грудку А это не грудка Это, мне кажется, ножки Да? Ножки куриные Потому что Амир говорит Они не очень любят продавать именно белое мясо грудки Потому что оно сухое, да? Вкусно? Да В общем, сейчас нам нужно будет все съесть Эту курицу и эту курицу Будем наслаждаться этими блюдами Кула курица есть другой вкус Это сильный вкус Потому что здесь чили и другие специи И это нормальный вкус Это больше, чем сила Ну ладно, друзья Ладно, всем привет, вам аппетита Ну, ребята, мы вкусно поели И сейчас немного гулять Потому что еще надо есть вкусный кабаб Потому что не завершили еще Галочки не проставили на все блюда, ради которых мы сюда приезжаем Амиру очень нравятся здесь кебабы Как я вам уже сказала Но прошло не 10 минут А, наверное, уже полтора часа С тех пор, как этот владелец магазинчика сказал Приходите обратно Ну ладно, ничего страшного Сейчас пойдем Кстати, еще не купили финики Сейчас и финики закупим В общем, сегодня у нас день объедения Едим все вкусно И это вкус, да, друзья Вот сладости продают Ой, даже мальчики маленькие работают Призывают, покупайте все Шермаль продают Надо будет пойти снова на ту улицу, где вкусно Шермаль Там у них целый магазин только Шермаля Хотя Амир сказал, что он не любитель Но все равно каждый раз, когда приезжаем сюда Один Шермаль с собой увозим Потому что это типа как пирог С сухофруктами С орехами с различными Но можно и без всяких начинок Очень вкусно Смотрите, сейчас столько народа Все вышли на ужин Либо поужинали и вышли на прогулку Но пришли к этому местечку курешек и кебаб Но здесь очередь очень длинная Посмотрите, они все стоят, ждут Когда им приготовят свежие кебабчики Свежие котлетки Что, очередь длинная, да? Да Все стоят в очереди В принципе, это просто лавка Это не какой-то ресторан или кафе Просто такая лавка Но эти кебабы популярны по всему Дели И, конечно же, люди сюда приезжают Только что в отведу эти котлеты Здесь есть кебабы-котлеты Из хубицы, из валятины и из баранины Так что, три разных вида есть Сейчас Алис тоже там расплатится Но мы приходим сюда, чтобы только купить Чтобы отведать эти кебабы Сейчас при вас идти Масло Целое файер-шоу Шоу с огнем Это поливают маслом Чтобы кебабы были более сочными Но, конечно же, дает дополнительный вкус такой огонька Смотрите, как это на Кинде называется дюгар Они поставили вентилятор Чтобы не раздувать огонь самим А чтобы вентилятором он автоматически раздувался Я, конечно, всегда предпочитаю куриные брать кебабы Но Амиру нравится именно избы валять Потому что они более сочные и живые Кстати, этот молодой человек, он и есть владелец Посмотрите, пару лет назад у них еще не было никакой формы А сейчас у всех работающих сотрудников здесь форма У них написано курешек кебаб То есть у всех одинаковые футболочки Молодцы, друзья! Вот из такой лавки стали популярными по всему Дели Сколько искрен летит Ну что, твои кебабчики идут уже к тебе на тарелку? Да, да, да Он сейчас туда что-то добавит Мне кажется, соус какой-то на подливку Видите, быстро орудует? Ну что сказать Это уже которое третье поколение Или четвертое поколение Нам уже этот молодой человек рассказывал То есть это семейный бизнес И он здесь работает с самого раннего возраста Поэтому и дело складно идет Бери свои кебабы Ну что? Вкусно? О, здесь масло, чатни, лук Выглядит еще какое-то чатни Это йогурт чатни Выглядит очень ярко и ароматно У меня не свободен Я возьму у тебя все Куда дайдешь? Давай есть здесь Ешь тут прямо И конечно И конечно здесь надо есть не куриный ковак Потому что везде можно найти куриный И не куриный здесь красный Избывалятины Избывалятины, да Очень сочно, очень вкусно Другой вкус, конечно Это мясо обязательно надо Везде подливка Но это не подливка, это соусы просто дают Это масло Масло, соусы Селеный мятный чатни Лук Горячий, потому что только-только с костра, с огнем И это лучше, когда очень горячий Мне кажется, это мятная чатни из мяты, кориандра и чили И давай попробуем это, друзья Очень вкусно, друзья Это место обязательно Надо попробовать Потому что здесь это место очень лучше Когда приезжаете в Индию Не думайте, что Индия это только по Харганджи, Дели, допустим Вам нужно обязательно выбраться сюда Здесь недалеко находится Красный Порт Также находится Джаба Мажджит Посмотрите, сколько людей, какая очередь То есть здесь очень вкусные невегетарианские блюда Которые традиционные уже последние 500 лет Так что их обязательно нужно пробовать И они особенно дали нас первые Мой номер уже... Не подошел, твой номерок еще не подошел И он сказал, давай, давай, для вас первые Потому что он тебя уже знает с прошлого раза Он нас отводил, давал нам сладость бесплатную Какой-то десерт, кока-колу То есть мы ни сидели, ни стояли здесь Сейчас просто очень много народа Поэтому у него тоже времени нет Он самый готовит А раньше, вот когда мы в предыдущий раз пришли Нам прям такое королевские услуги оказали Ладненько, приятного аппетита еще раз тебе Своими кебабами Все, последняя остановочка Нам надо купить финики и инжир Финики и инжир купим, да? Да Какие финики ты хочешь купить? Такие? Или все же думаешь, такие мягкие купить? Не знаю Тебе нравится? Ну давай вот эти новые Не знаю, как это вкус Ну давай, может быть вкусные У них нет, когда на пробу Спроси, может быть, они дают попробовать такие финики Сейчас, друзья, быстренько финик попробую Потому что это какая-то другая разновидность Сказали Это плотные, они не такие сладкие Они не сахарные Потому что вот эти вот, они прям очень мягкие, сахарные А эти они вот такие вот жесткие Сейчас Амиру дам на пробу, скажешь мне Да, это не мягкие Это как сухие Но они не совсем сухие Они такие плотные Думаешь, такие взять вкусные, да? Потому что вот эти вот, которые мы покупаем Они более такие мягкие И они прям рассыпаются во рту Тают во рту Давай такие... Мягкие Мягкие хочешь? А мне нравится наоборот Ну, мы можем две коробки взять Одну вот эту вот, Кимия 150 рупий, он сказал, стоит И одну такую, да? Да Давай купим Какую? Финики полезны Одну такую коробку и одну такую Как думаешь? Ну, сейчас две возьмем, да? И инжир тоже возьмем, нет? И инжир? Я не знаю, инжир Ну, ладно Возьмем, нет? 100 грамм 100 грамм, ну давай чуть-чуть возьмем, да В общем, все И берем финики, немножко инжира Вот, меня дал даже попробовать О, какие мягкие Ммм Это инжир вообще такой вкусный Давай возьмем Прям вообще обалденный Попробуй, попробуй И этот инжир не такой Вот мы в магазине покупаем Он такой жесткий Будто уже старый Такой мягкий, сочный Очень хороший В общем, инжир берем И финики Все О, здесь такие еще финики есть Абсолютно Абсолютно разные сорта Вкусно Вот внутри это Какая Наша вакуста Индия И дома будут есть вкусные финики И здесь настроение Очень хорошо Место очень живое 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 И мы вернемся домой Слишком живое Слишком много людей Много людей И много хотят Снимать фотографии тоже Да Да И здесь очень живое место Живое место И очень атмосферное Поэтому, друзья Если у вас Есть лишний денек Который вы хотите провести в Дели Не ограничивайтесь Только лишь Пахарганджи Приходите сюда Здесь не хуже, чем в Пахаргандже А может даже гораздо лучше И сейчас, друзья Мы вернемся домой И у нас еще Длинная Поездка А ладно, друзья Если вам нравится У нас сегодня Тогда обязательно Ставьте лайки И подписывайтесь на наш канал Увидимся с вами очень скоро Мы вас очень любим Всем привет И так же всем Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok